Привет, с вами DJ Krypton, и сегодня у нас продолжение серии уроков, посвященной альтернативной прошивке для фотоаппаратов Canon 550D, 60D и 600D Magic Lantern. Это наш второй урок, и в нем мы разберем оставшиеся пункты в меню Live View и разберем также меню Movie. В прошлый раз мы остановились с вами на пункте меню Live View под названием Focus Peak. Эта функция помогает увидеть, какие части нашего изображения находятся в фокусе на дисплее нашей камеры. Это очень полезная функция при использовании старых ручных объективов без поддержки фокуса, на которых мы не можем точно определить, картинка фокуса находится или нет. Какое управление, какие алгоритмы предлагает нам Magic Lantern. Первый алгоритм это HDIF, расшифровывается как Horizontal Differences. Этот алгоритм учитывает разницу между соседними пикселями в горизонтальной плоскости. Не так важна теория, но все-таки, чтобы было понятно, что значит это обозначение. Этот алгоритм не очень подходит для высококонтрастных и пересвеченных и снимаемых на открытую диафрагму картинок. Ну вот посмотрим, как это выглядит на живом примере. Включен режим HDIF, наводим фокус и видим, что у нас показывается фокус точками. Второй алгоритм это Morph, Morphological Blurring. Это более современный алгоритм и разницу можно видеть сразу же. Если тот алгоритм он более такими точками грубыми показывал, да, что ли, то этот он показывает поточнее. Тут не цвет имеется в виду, а именно точки сами по своей морфологии. Этот алгоритм обращает внимание на потерю мелких деталей морфологических, поэтому он называется Morph. Наилучшим образом работает этот алгоритм при достаточно хорошем освещении, так как он чувствителен к высоким значениям ISO. И если у нас будет ISO стоять больше, чем 800, то он будет давать очень большие помехи и довольно трудно будет с ним работать. Теперь поговорим об управлении фокус пиком. Кнопочкой Set мы изменяем режимы алгоритма отображения между HDIF и Morph. HDIF, Morph, Off. Кнопочка Q изменяется порог. В ходе эксперимента мы заметили, что вот это число, оно меняется у нас от 0 до 5. Чем оно выше, тем больше количество точек. Смотрим, вот у нас сейчас стоит 5. Вот, навели, да, у нас количество вот такое точек, да, видно, я думаю. Если мы ставим на 0,1, то вот количество точек у нас немножко другое. Порог 0,1-5 определяет количество точек, указывающих на правильность фокусировки. Дальше кнопочкой Play мы можем выбирать цветовую схему отображения точек. Существует несколько цветовых схем. Первый, это по буквам название цветов R, то есть Red, G, то есть Green, B, то есть Blue, C, то есть Cyan, и M, это Magento, пурпурный, Y, Yellow, желтый. Дальше, CC, 1. Это цветовая схема 1, которая показывает порог определения краев одним цветом. Чем точнее фокус, тем теплее цвет. Так написано в инструкции, но на практике фокусировка происходит одним синим цветом. CC, 2, это цветовая схема 2, она показывает четкость краев разными цветами для каждого пикселя. На практике действительно она показывает чуть-чуть по-другому. Следующая функция Magic Zoom. Magic Zoom это очень полезная функция, переводится как волшебный зум. И эта опция позволяет нам во время записи видео видеть квадрат с увеличенным изображением для того, чтобы понять, находится ли объект, который мы снимаем в фокусе или нет. При помощи кнопки Set мы можем изменять режимы отображения этого волшебного зума. Z-REC, Z-R Plus F и Plus. Z-REC это зум, который включается автоматически во время записи при нажатии кнопочки Zoom In. Выглядит это так. Мы видим, что в какой-то части экрана, которую также можно определить, у нас появляется маленькое окошечко, размер которого тоже можно менять, в котором показано увеличенное изображение, чтобы мы могли понять, в фокусе находится оно или нет. По краям этой рамочки, сверху и снизу, сейчас мы видим зеленая полосочка. Если она зеленая, значит у нас картинка в фокусе, если нет, значит картинка у нас не в фокусе. Следующая функция меню это Z-R Plus F. Если эта функция активирована, то окошко Magic Zoom будет включаться на дисплее камеры тогда, когда нажата кнопочка Zoom In или когда мы настраиваем фокус на какой-то объект. Третий режим волшебного зума выглядит как просто Plus Sign, значок плюса. Этот режим также включается при нажатии Zoom In, только эта функция, она переопределяет стандартные значения кнопок зума камеры. Давайте посмотрим, как это точно работает. Вот мы нажали на запись и нажали на Zoom и у нас появляется и исчезает окошечко с увеличенным изображением. После запятой тут стоит размер экрана, размер превьюшки маленькой. Large Small, двойной Small, это маленький размер с двойным увеличением. Med 2, это значит Medium с двойным увеличением. И также Small просто, это 150 на 150 пикселей. Med Medium, это 250 на 200 пикселей и Large, это 500 на 300. Режим Small. Смотрим, как он выглядит. Мы видим, что размер экрана маленький. Medium, это средний размер и Large, это вот большой размер. После Large идет Small 2. Small двойное увеличение действительно дает более увеличенную картинку. Med 2, средний размер квадратик и тоже в два раза увеличенную картинку. После запятой при нажатии кнопочки Q мы можем регулировать положение этого квадратика на дисплее камеры. Ну вот, что мы сейчас видим? AFF. Это Auto Focus Frame. Это значит, что окошечко с увеличенным изображением будет появляться по центру или там, где находится у нас Auto Focus Frame. Что такое Auto Focus Frame? Это вот этот вот квадратик, который по центру у нас только что был. Если мы после второй запятой выберем AFF, то квадратик Magic Zoom будет именно по центру или там, где находится этот Auto Focus Frame, положение которого мы также можем изменять на дисплее. NW, North-West. NE, North-East. SE, South-East. South-West. Пробуем. Допустим, North-East. То есть северо-восток, South-West. Этот маленький экранчик увеличения появился в другой части экрана. В процессе записи в Full HD и актуальное увеличение у нас получается около двух с половиной раз. Параметр двойной увеличения увеличивает зум вдвое, но это происходит только за счет увеличения количества пикселей. То есть это не добавляет какой-то четкости детали или что-то еще, но мы просто можем видеть более крупно эту картинку. Функция этого Magic Zoom работает только при съемке в режиме 1080p, 1080p. То есть на 720 он уже не будет работать. Следующая функция это Split Screen. Этот Split Screen делит окошечко Magic Zoom на двое. Вот мы видим, что окошко Magic Zoom поделено на двое, как это было в некоторых старых камерах. И если мы наводим на резкость, то картинка совмещается. Но этот способ может точно сказать в фокусе картинка или нет только в течение нескольких секунд после того, как мы достигли вот этого точного фокуса. Через несколько секунд у нас картинка расплывается. Следующая вкладка в нашем меню называется Movie. И параметры сюда включенные относятся именно к записи видео. Первый пункт это Bit Rate. Контроль Bit Rate. CBR. Что такое Bit Rate? И для тех, кто может быть это не знает, это скорость прохождения информации. Чем выше это значение, тем выше качество получаемого нами видео. Вот довольно наглядное видео, в котором показана разница между разными значениями битрейта. Bit Rate Control. Очень важный параметр, который позволяет регулировать битрейт кодека H.264. Именно этот кодек используется на всех камерах Canon для записи видео. Стандартный средний битрейт нашей камеры это плюс-минус 45 мегабит в секунду. Вот этот параметр Bit Rate Control позволяет нам увеличивать или уменьшать битрейт, используя множитель от 0.1 до 3. Где 1 это стандартный битрейт камеры. То есть у нас это 45 мегабит в секунду. При съемке с цен с наименьшим количеством деталей, битрейт будет меньшим, чем должен быть, учитывая настройки. То есть если мы ставим битрейт 1.8, снимаем просто черный фон и без всяких деталей, то битрейт у нас будет гораздо ниже, чем это значение, указанное нами. Но если у нас количество деталей увеличивается, если у нас картинка становится более сложной, с большим количеством теней, контрастов, то битрейт у нас увеличивается вплоть до вот этого предела максимального, который мы указали тут. Управление настройками битрейта происходит следующим образом. Play это вниз, меняется битрейт. Asset вверх. Queue это возвращение к дефолту. При работе с повышенным битрейтом существует ряд ограничений. Например, увеличивать битрейт можно только если вы используете самые быстрые флешкарты, которые есть на данный момент. Это SDHC класс 10. Только этот 10 класс позволяет нам снимать видео без перегрузов буфера и без постоянных остановок. При самых высоких значениях битрейта рекомендуется звук на камеру не записывать совсем. Потому что это замедляет работу с карты памяти и писать звук на различные другие устройства параллельно от основной записи. Если при высоких значениях битрейта запись останавливается автоматически, значит надо немножко нам этот битрейт понизить. Смотрим, если у нас вот допустим мы ставим битрейт равный 1.5, нажимаем на запись. Сразу у нас запись тормозится. Значит недостаточно быстрая карта и мы не отключали звук. Если мы ставим 1.0 или допустим меньше 0.6 естественно будет все писаться и время записи естественно у нас увеличится. Например, сейчас уже 22 минуты он пишет вместо 10 минут, которые были до того. Битрейт это как у нас раньше на видеокассетах был long play. То есть за счет скорости вращения кассеты могли получить на обычную трехчасовую VHS кассету до 6 часов записи и до 8 часов записи на 4 часовую кассету. То же самое тут показатель меньше единицы это своеобразный long play. То есть за счет ухудшения качества у нас увеличивается время записи на конкретную флеш карту. Следующий пункт нашего меню это buffer worn level. Предупреждение о заполнении буфера камеры. Немножко расскажем теорию, зачем же в нашей камере нужен буфер и чем грозит его заполнение. Буфер нашей камеры, как впрочем и других камер, представляет собой оперативную память, которая временно хранит информацию об изображении перед тем как это изображение будет записано на карту памяти. И благодаря этому уменьшается у нас время, после которого возможно сделать следующий снимок. Это особенно важно в нашем случае для записи видео. Этот параметр как раз и предупреждает нас о том, насколько заполнен буфер нашей камеры. От 30 до 100 процентов мы можем выставить этот порог. И если он будет выше, допустим выше чем 55 процентов, то при записи окошко в котором отображен процент заполнения буфера станет красным. Следующий пункт в меню movie это time indicator. Time indicator это такой умный индикатор времени и заполнения карты. Во время записи magic lantern показывает счетчик времени в верхнем правом углу дисплея камеры, который может отображать у нас следующие значения. Вот сейчас elapsed это значит сколько времени прошло с начала записи клипа. Вот у нас пошла запись клипа и он пошел показывать вот 0,6,7,8,9 и так далее. Следующий показатель это remain card. В этом режиме индикатор времени показывает сколько минут мы можем записать на карту памяти до ее заполнения. Цифра эта рассчитывается исходя из текущих значений битрейта. Следующий параметр это remain 4gb. А вот этот как раз параметр remain 4gb это примерное количество места, которое осталось до достижения файлом размеров 4 гигабайта, после чего у нас происходит автоматическая остановка или рестарт записи. В отличие от таймера стандартной прошивки, таймер magic lantern принимает во внимание именно конкретный битрейт в данный момент съемки. Поэтому иногда так резко у нас меняются значения при смене кадра. Следующий пункт bitrate info. Этим параметром можно включать и выключать отображение информации о битрейте. Если этот параметр включен, то magic lantern будет записывать файл с метаданными для каждого записываемого нами клипа. Этот файл будет писаться с расширением log и будет содержать всю возможную информацию о записанном клипе. Такую как, например, тип использованной линзы, информацию об экспозиции, время записи и информацию об изменениях каких-либо изменениях любых параметров, сделанных во время записи. Эти log файлы пишутся в ту же папку, куда и обычные видеофайлы наши уики. При желании можно переименовать расширение файла из log в csv и открыть в excel. Следующий пункт movie restart. Movie restart очень важная функция, которая позволяет нам автоматически начать запись после ее остановки. Как мы уже говорили выше, на камерах canon существует предел максимального размера файла из-за ограничений файловой системы. И поэтому каждый раз, когда файл достигает размера в 4 гигабайта или примерно это равно 12 минутам записи при стандартном битрейте, камера у нас автоматически останавливает запись. Использование этой функции позволит нам заново начать запись после ее автоматической остановки и не думать о том, что сейчас кончится запись и надо быть всегда рядом. То есть можно оставить камеру, грубо говоря, снимать на штативе и в это время заниматься какой-то другой съемкой. Но надо учитывать всегда, что возможно пауза в одну или две секунды. Поэтому при использовании этой функции следует убедиться, что у нас рестарт записи не произойдет в самый такой неподходящий момент. Или можно также вести запись видео с дублирующей камерой или писать звук отдельно. Следующий пункт в меню Movie называется Movie Mode Remap On или Off. Разработчики прошивки Magic Lantern позаботились не только о действительно необходимых функциях, но также и о маленьких удобствах. Эта функция назначает Movie Mode на ADAP, например, ADAP, либо на CA. CA это Creative Auto. Выключаем камеру. Преворачиваем на ADAP и у нас после загрузки камер на ADAP теперь находится видеорежим. То есть нам не надо переключаться далеко с фото, с главного фоторежима. Следующий пункт в меню это Movie Rec Key. То есть Movie Record Key. Эта опция позволяет нам начинать запись не нажимая на вот эту кнопку, которая достаточно неудобна для некоторых людей, а просто нажимая в половину на кнопку у затвора. Digital Zoom Shortcuts. Этот параметр позволяет кастомизировать цифровой зум. Если активен параметр 1.3, то цифровой зум будет возможен только между этими значениями увеличения. И, соответственно, если активен параметр 3.10, то цифровой зум будет варьироваться между этими параметрами. По умолчанию Magic Lantern запрещает у нас цифровой зум более чем в три раза. Дальше следующее меню идет Force Live View Start and PCU Lenses. Always и Off. При использовании винтажных наших ручных объективов, чем и балуется сейчас, кстати, большинство новоиспеченных наших кинолюбителей, включая и нас, собственно говоря. При включении камеры в режиме съемки видео возникает назойливое предупреждение, подключен ли объектив, проверить. Для того, чтобы увидеть картинку на дисплее камеры, нужно нажать всегда нажимать на кнопочку Live View. Этот же параметр форсирует нажатие этой кнопочки, то есть не надо ничего нажимать при установке объектива старого ручного. Какие параметры тут есть? Force Live View Always. Всегда включать Live View, даже если на камере не прикручено никакой линзы. Start and CPU Lenses. При старте камеры всегда будет форсироваться Live View и при смене линзы тоже самое. Следующая функция это Force HDMI VGA On Off. Эта функция позволяет нам выводить картинку с более низким разрешением через HDMI выход. Потому что иногда, если мы выводим картинку через HDMI выход камеры, то на дисплее мониторинга, на котором мы, соответственно, и выводим, при старте и стопе запись, возможно возникновение таких черных пробелов и иногда просто блэкауты такие происходят, то есть монитор может просто вырубиться на несколько секунд, что в нашем случае не подходит. Если же разрешение мы делаем чуть ниже, то все будет хорошо. На этом сегодня все. С вами был DJ Krypton и Саша Мэтт. Продолжение нашей серии туториалов смотрите в ближайшее время на сайте djkrypton.de Субтитры сделал DimaTorzok